Министерство финансов включило все предложения по распределению национальных проектов. В этой части национальный проект является Министерство экономики. Поэтому все распределение мы включили в бюджет, в том числе и по... Пожалуйста, Министерство экономического развития, вы не могли бы дать пояснение? Мы сходили из того, что режим самозанятых, это принципиально новый режим, которого до этого не было в отечественном законодательстве, и это абсолютно новая сущность. И для того, чтобы сейчас стимулировать вхождение граждан в наш новый режим на работе, необходимо проведение специальных разъяснительных мероприятий, информационной кампании. Несмотря на то, что законопроект, который сегодня подготовлен, он охватывает четыре субъекта Российской Федерации. И основной посыл был в том, что для реализации массового перехода граждан в этот режим потребуется очень серьезная, значительная кампания. В национальном проекте указали следующее мероприятие. Помимо самой информационной кампании, это задействованы должны быть социальные сети, подвижение образа самозанятого в интернете, реализация кампании на региональном и муниципальном уровне, разъяснение особенностей налогового режима, информирование об IT-платформе и мероприятие направленное на популяризацию, на учет самозанятых и саму процедуру администрирования. Поэтому... У вас какие-то расчеты есть по этим направлению? Да, предварительные расчеты были связаны с мероприятиями, с информационной кампанией, поэтому здесь они включены средства. Прочите, а проверялся, а в союзном, в союзном, в союзном, в союзном, в союзном, в союзном, в союзном. Андрей Михайлович, я не могу прокомментировать, потому что процедура одобрения и рассмотрения на правительных комитетах, я не могу прокомментировать. Может, мне экономики проверяли, что проверяли? Спасибо, я уже понял. Нет, хватит 1 миллиарда 47 миллионов? Да, безусловно, хватит. Я не могу, я не могу. Я не могу. Прошу вас. Азербанта, ну что-то себя добавить, что ли? А то, может быть, у них все-таки не хватит. Ну, я не понимаю. В последствии, если вдруг появится информация, естественно, через соответствующий механизм будет выходить соответствующий корректировок. Может, я бы скажу слово по этим? Я был балко убеждён, что лучшей компанией по пуляризации закона будет то, что государство его будет не коснительно соблюдать. Второе. Что государство никого не обманет. Что действительно за 10 лет будет выполнено стабильным условиям. Уникальным условиям. Потому что это уникальный налоговый режим, который мы создаём, 4%, практически без общения с налогами и так далее. А то, что люди не всегда верят в такие предложения, боюсь, что никакими публикациями, в том числе и в интернете, проблемы не решатся. Поэтому, чтобы не вдаваться дальше в это обсуждение, у меня предложение, хотя, как я понял, что всё-таки пока на первых порах хватит, я предложил бы снять все эти деньги, все эти деньги, миллиард 45 миллионов, и направить их на решение проблем малого бизнеса. Скажем, передав их корпорации малого и среднего комплимента, Москва, которая действительно занимает серьёзную работу по продвижению малого бизнеса, с тем, чтобы эти средства действительно работали в рамках национального проекта малый бизнес. У меня много комментариев по поводу этого предложения, которое я вам сейчас озвучил в Минфонаре. Но давайте я не буду их делать, я думаю, что нет смысла их обсуждать. Поэтому, если вы посмотрите мою поправку, которую я делаю, я предлагаю снять эти средства с пропаганды законно о самозанятых и направить реально на развитие на выполнение задач президента о реализации проекта Мороза. Продолжение следует...